Здравствуйте моя семья, моя интернет семья, все кто только что ко мне присоединился, всем-всем здравствуйте. А я вот сейчас читаю комментарий Галины Корнюшкиной. Галинушка пишет, Катенька, я узнала из интернета, что сода у нас продается очень плохая, ее нельзя пить. Как ты думаешь, правда ли это? Мне очень важно твое мнение. Может нужно заказать соду, ну и дальше по тексту. В общем, Галинушка, внизу под видео, вот под этим видео, и я даю вам ссылочку. Вот там все четко написано, внизу под видео, посмотрите ссылочку. И я там полностью изучила эту тему и разложила все по полочкам. Вы, видимо, пропустили, это еще было в прошлом году. Посмотрите, и вы услышите ответ на свой вопрос подробный. Ну а для тех, кто только что присоединился к нам, к нашу интернет семью, подписывайтесь, оставайтесь с нами, у вас много чего в жизни изменится. Я скажу лишь одно, что, почему вот мне вопросы такие задают по поводу соды. Я употребляю соду давным-давно. У меня очень хорошие результаты по этому поводу. Научилась я от профессора Неумывакина. Вообще у меня его практически все книги, он написал 75 книг. И этот человек, у которого я училась в последние годы, писала и переписывалась, и все, и вопросы, и он еще находил время отвечать. Теперь смотрите, пищевая сода, да, как на меня действует, это и снимает воспаление, ощелачивает, обеззараживает. Я не знаю, я и внутренне употребляю, и внешне делаю всяческие ванны. За ванной это вообще отдельная история. И вес хороший, можно хорошо сбросить. Ну а если во рту что-то, или на ногах, подножке и так далее, устраняет и неприятные запахи, и может устранять зуд от укусов насекомых. Не позволяет развиваться никаким грибкам и бактериям, а также гельминтом. Очищает волосы и кожу, и как скраб прекрасно работает. Помогает при приступах аритмии, понижает давление. В общем, там чего только нет. Вы знаете, когда профессор Иван Павлович Немывакин, сейчас я его фотографию покажу вам. Вот он. Когда он реально рассказал всем о главной причине всех болезней, то его называли сумасшедшим. Вообще, как такое, даже язык поворачивался называть профессора, доктора медицинских наук, который закончил мединститут, всю жизнь проработал врачом. Был членом Академии наук. Это умничка такая была, лауреатом там и госпремий. И он также был заслуженным изобретателем. В течение 30 лет занимался вопросами космической медицины, разработкой методов и средств оказания медицинской помощи космонавтам при полетах различной продолжительности. Это уникальный, просто уникальный человек был. И он рассказал о лечении рака раствором соды. И многие представители официальной медицины тогда просто встали на дыбы. Он продвигал непростые, такие необычные методы, в том числе использование соды и перекиси водорода. И это повергало и повергает их в шок. И когда я пригласила анестезиолога и задавала ему вопросы, врача-реаниматолога, то у меня тоже есть видео, где он подробно также, доктор-реаниматолог, реанимации, рассказал, что при тяжелых случаях, отравления и так далее, они спасают все-таки больных таким содовым раствором. Вот так вот, дорогие мои. Он думал тогда, он заявлял, он говорит, когда-то я думал, что лекарства помогают человеку. Вот так он говорил. «Официальная медицина акцент в лечении человека делает на препаратах, но врачи пока не понимают, что таким образом они, — говорил Неумывакин, — никогда никого не вылечат, они всего лишь снимают симптоматику». Вот к такому выводу Иван Павлович пришел за долгие годы своей работы в Роскосмосе. А началось все с 1959 года. Перед ним поставили задачу создать систему оказания медпомощи космонавтов при полетах различной продолжительности. Правда, он отвечал за формирование не только аптечек, но там делал еще и изобретение дел. Но, в общем, все изучив, он сказал, что на лекарствах далеко не улетишь. Вот так он аргументировал. И смог убедить комиссию в том, что ему нужен другой подход, и чтобы они ему дали время. Попросил неделю, чтобы разработать свою собственную систему. Он говорит, меня принимали за нахало, но неделю дали. И еще через месяц, говорит, мне в подчинение по приказу Минздрава дали специалистов всех мединститутов — хирургии, терапии, гинекологии и прочих. И мы стали думать над тем, как сделать так, чтобы у человека не было, скажем так, проблем ни с аппендицитом, ни с зубом. Ведь на космическом корабле операции невозможны и сегодня, он говорил. И через три месяца первые рекомендации были готовы. И у меня, говорит, космонавты, если и болели, то только на Земле. Вот так. Потом, говорит, я задался вопросом, почему возникают заболевания? Почему? В чем причина? И тогда он узнал. Основная причина человека, любого заболевания, это нарушение pH среды организма. В крови этот показатель равен 7,4, и его уменьшение ведет к окислению, а увеличение — к щелочной реакции. И вот сильные колебания этого показателя как раз и говорят о серьезных нарушениях в организме. зависит pH человека напрямую, вот pH, от того, что мы кушаем. Кстати, по теории Неумывакина, кстати, запишите, кто не знает, мясо, особенно свинина, является кислым продуктом и очень опасным. А в закисленной среде активизируются патогенные организмы, в том числе и онкологические клетки. Вот чтобы поддерживать постоянный уровень pH, человеку достаточно, он говорил, употреблять соду и перекись водорода. Вот можно, он говорил, взять одну, ну, четверть чайной ложки соды на стакан горячей воды, ну, 70-80 градусов Цельсия воды, и натощак, обязательно натощак, пить за 20-30 минут до еды, или в любое другое время, когда в желудке нет еды, нету. Он говорил, что склероз, атеросклероз, артроз, все эти заболевания вызваны жировыми остатками недоокисленных продуктов. А если вы будете принимать соду, то через 2-4 месяца, он говорил, у вас не будет этих заболеваний, так как сода не только восстанавливает pH до нормы, но и очищает сосуды от бляшек. Правда, нужны, конечно, физкультура, и он говорил всегда, пейте воду, чистую воду, именно чистую воду, от 2 до 3 литров воды в день, даже когда вам не хочется пить, потому что когда хочется пить, это у вас уже жажда, это уже плохо, нужно пить и не ждать, пока вам захочется. Вот как американские люди, они всегда с собой носят бутылочку. Кстати, я работала с американскими врачами, всегда американцы носили бутылочку ваты с собой, чистой, всегда пили. Вот такие вот у него книги, мифы, вот реальность у меня, у меня несколько изданий, это уже второе издание, он его дополнил и исправил, это у меня уже второе издание его. И вот он тут все четко рассказывал и про то, что проблемы активизации обмена веществ в организме, задержкой старения клеток и тканей в 50-е годы 20-го века занимались члены Академии Медицинской. Он все-все-все тут рассказывал, как о молодице. И смотрите, он же сам умер на 90-м году жизни, он до последнего работал, он был при такой ясной памяти и прожил бы еще дольше, если бы его, помните, падчерица, удар его в последний год, почему ему нанесли такой? Потому что что случилось? Его падчерица оставила без квартиры. У него сначала умерла жена, а у жены была дочь. И она его просто, этого профессора, выживала из его собственной квартиры. Его люди приютили. Это так унизительно. Но хорошо, что вот он имел такой авторитет. И все, и все бросили клич, в том числе и я. Ему помогли. Ему и квартиру организовали, и все-все. И в Крым он ездил, и везде был. Вот. И вот он все тут рассказал. Кому интересно, вот я так задерживаю, то почитайте, посмотрите. Вот этим я, как говорится, и живу. У меня имбиротерапия, у меня овощи, у меня очень много фруктов. Я проращиваю разные, всякие разные злаки, и не только злаки, и чечевицу, и сою, и многое другое. Вот. В общем-то, убрала из своего питания сахар, картофель, муку белую. Потом убрала из своего питания белый хлеб, все, что с крахмалом связано, рис белый. И замечательно себя чувствую. Великолепно. Никакие болезни меня не берут. Но самое главное, это, конечно, состав имбиротерапии. Внизу сделаю на все это ссылочку. Смотрите, будьте здоровы, не болейте. Потому что, по мнению профессора Неумывакина, сода может помочь даже при онкологии. Еще одним помощником в поддержании здоровья, по его словам, является перекись водорода. Вы знаете, этот человек прожил всю свою жизнь, и он не болел онкологией. Посмотрите, уже человек в таком возрасте, а ведь он работал главврачом центра своего собственного, и до последнего писал книги. Даже когда со зрением у него была проблема, он надиктовывал книги, ему записывали их. Он диктовал. Вот так вот. Ну, а про перекись водорода? Про перекись водорода поговорим отдельно и в другой раз. А я люблю вас. Будьте благословенны, будьте здоровы, не болейте. И помните, как говорил профессор Неумывакин, болезней не существует. Есть состояние, до которого мы довели свой организм. Еще раз внизу посмотрите ссылочку про то, что я, как я смотрю на тот вопрос, какая сода. Пока-пока.